Доброго времени суток, друзья! И приветствую всех на канале Erzongame. Сегодня предлагаю вам совершить обзорную экскурсию по проекту, который называется Void. Данный проект находится в предрелизном состоянии, но он открыт и на него разработчики предлагают зайти и поиграть, поучаствовать в так называемом бета-тестировании. Чем, наверное, мы с вами и займемся. Ну, а находится этот проект на мультиплеерной платформе Rage MP, ну и, естественно, построен на базе игры GTA V. При входе в игру традиционно мы попадаем в меню персонализации нашего персонажа. Само меню нисколько не удивляет, и подобное я уже видел на нескольких проектах. А вот локация выбрана, на мой взгляд, удачно. Многоэтажный дом, кухня и напротив окна стоит персонаж, которого, кстати, можно крутить мышкой, что, на мой взгляд, очень удобно. Также надо отметить, что есть первоначальный выбор одежды. Пусть не богатый, но он присутствует. Три-четыре варианта вы можете себе подобрать. И вот такая вот мини-заставочка того, как вы появляетесь на этот проект. Место появления, вот вы сейчас видите, сюда нас привезло такси, ну и дальше у нас открывается квест. Никакого бота не стоит, квест автоматически появляется. Вот он сейчас горит там, где показана стрелочка. Мы идем по квесту в банк для того, чтобы оформить себе некую страховку, страховой счет. Для чего он, честно говоря, я не разобрался. Но я так думаю, что это для того, чтобы оплачивать больничные расходы, потому как, когда я попадал в больницу, с меня деньги не списывались. Видимо, они автоматически списываются вот с этого счета. Далее, согласно условиям квеста, мы проходим далее. Нам нужно купить сим-карту. Все точки, связанные вот с этим вот квестом, находятся здесь, около точки появления по шаговой доступности. Вот мы пришли в магазин для того, чтобы купить здесь сим-карту. В этом же магазине продаются и монтировки, фонарики. Ну, для чего это все остальное, я не разобрался. Но здесь можно купить и сим-карту, и продукты. Питание и жажда здесь присутствуют. Далее, сим-карту обязательно надо зайти в меню и активировать. Автоматически она почему-то не активируется. Следующим шагом для нас является трудоустройство. Трудоустройство водителем. Тут, на этом проекте, никаких прав не надо. Они как бы у вас уже есть по умолчанию. Поэтому мы сразу же проследуем на точку трудоустройства и выбираем себе работу. Естественно, что нам открывается только одна профессия водителя самосвала. Вторая профессия откроется после второго уровня. Вот такая вот машинка нам выдается. И, наверное, вот с этого момента мы можем плотненько разговаривать про работы на этом проекте. Квест, который сейчас висит, будет висеть здесь почти до конца ролика. Потому что по условиям этого квеста нам надо заработать 9 тысяч для того, чтобы купить собственную машину и продолжить уже рабочее занятие, так скажем, в направлении частного развития. То есть работать самим на себя. Но настанет этот момент, я вам скажу, не очень быстро. Ну, обо всем будем разговаривать по порядку. Пока мы видим, что присутствует баг, баг связанный с одеждой, потому что голова у персонажа в этой машине, именно вот в этой машине, посажена слишком низко. Потому что, пересаживаясь в другие машины, данного бага нет. Заводится же машина через выделенное меню на кнопку Tab. Такое, скажу я вам, решение. Сначала мне оно даже понравилось. Отдельная кнопка для того, чтобы заводить машину, чтобы взаимодействовать с машиной. Да, для взаимодействия с машиной эта кнопка Tab, наверное, удобна. И в дальнейшем мы это увидим. Но вот заводить машину все время двумя кликами, то есть сначала мы нажимаем кнопку Tab, потом выбираем ключ, и только после этого машина заводится. Ну, такое себе занятие, потому что поначалу это нравится, а впоследствии это сильно надоедает. Почему не вывести старт двигателя, например, на кнопку 2, которая здесь не задействована, я не понимаю. Так как у машины прописан автоматический стоп двигателя, каждый раз, как вы покидаете машину, она глохнет. Вам придется опять садиться в машину, нажимать Tab, выбирать ключ и заводить машину. Как я уже сказал, такое себе решение. Ну, а вот что касаемо самой работы. Как вы, наверное, заметили, в машине уже насыпан какой-то грунт. За, в общем-то, этим грунтом мы сейчас и едем. Локация находится вот в этом вот месте. Это либо карьера, либо шахта. Это она называется, по-моему, на всех проектах по-разному. Вот такой вот ярко-кислотный триггер нас ждет для погрузки. Но груз у нас уже есть в кузове. И как-то на одном из проектов я показывал, что, в общем-то, можно делать так, чтобы груз появлялся и исчезал. Вот сейчас в видеозаставочке вы видите, как я, например, грузил машину, и в ней появлялся груз. Ну и да, на том проекте я это делал в ручном режиме. То есть надо было подбежать, на триггер у тебя появляется в руках мешок, ты его несешь в машину, и он появляется там. Но это просто игровая механика. В общем-то, можно это сделать и в автоматическом режиме, чтобы мешки, или в данном случае, например, грунт появлялся сам, визуально нарисовывался в кузове. Но здесь это не выполнено. А из-за этого данная работа, на мой взгляд, теряет огромный процент атмосферности. Потому что мы видим, что мы едем загружаться уже с грунтом, мы заезжаем на точку разгрузки, а грунт у нас никуда не пропадает. И мы, в общем-то, возим один и тот же грунт по разным точкам. В общем-то, работа, хоть и такая, достаточно интересная, и может быть в какой-то даже мере уникальная, потому что ничего подобного мы на других проектах не видели. Да, много всяких работ, но вот чтобы возить грунт, я вижу, например, первый раз. Но так как мы видим, что грунт у нас никуда не пропадает, нету никаких механик, связанных с опрокидыванием кузова, например, что тоже, мне кажется, можно было бы прописать. Ну и если даже опрокидывание кузова, я все-таки соглашусь, что это достаточно сложная игровая механика, с которой, наверное, не каждый справится, то появление, исчезновение груза, в зависимости от момента, да, едем мы пустые или мы приехали на загрузку, ну, это можно было бы сделать. И эта работа заиграла бы совсем другими красками. И так как локация-то выбрана очень грамотно, то, согласитесь, вот такая вот картина, где элеватор автоматически наполняет машину, просто напрашивается сюда. Но, к сожалению, это выполнено не так. Так, эти кучи, конечно, отсюда не убрать, потому что это не отдельная модель, это часть общей карты. Ну, я думаю, состряпать чего-то из того, что есть уже на карте, с вот этими вот анимациями высыпания грунта, и чтобы это было, ну, хотя бы вот так, как у меня сейчас здесь показано, хотя мне для этого пришлось залезть на кучу, но, не знаю, может быть, эту кучу можно сделать меньше с помощью редактора, не знаю, я, правда, в этом не особо разбираюсь, но, может быть, можно было как-то скомпилировать вот эти вот объекты и сделать отдельное загрузочное место, чтобы это выглядело примерно вот так вот. Тогда вот, ну, мне кажется, что игра будет гораздо интереснее, потому что игра и зарождается вот из таких вот мелочей. Ну, и сама работа будет уникальной. А так вот мы видим только интересную задумку, вроде бы, ну, нечасто встречающуюся, потому что, да, я действительно вижу первый раз перевозку грунта на самосвале, но эта работа сводится опять к банальщине, едем на одну точку, загружаемся, и на рандомном порядке на одной из трех точек разгружаемся. В общем-то, вот и все. Хотя я повторюсь, что задумка интересная, и выбраны локации подходящие, потому что и загрузка происходит, как видите, в таком промышленном квартальчике, в промышленной зоне, и развозим впоследствии мы этот груз тоже по промышленным объектам. Это и сталилитейный завод, и бетонный завод, и порт, кстати, еще и надо будет и в порт ездить, и разгружаться. Но эти точки выпадают абсолютно рандомно. Но за отсутствием простейших анимаций, простейших механик, связанных с этой работой, вы очень скоро перестаете смотреть на то, что вас окружает, и все сводится к банальному поедет на одну точку, оттуда поедет на другую точку. В общем-то, все так, как на других проектах. Замени эту машину на грузовик с фургоном, назови это «развозка колбасы», и, в общем-то, ничего не поменяется, потому что отсутствуют простейшие анимации. Вот в качестве примера хотелось бы напомнить один из последних моих обзоров, где я показал, что люди сделали разгрузку автомобиля в правильном положении. То есть нельзя просто заехать, вот как здесь, например, да? Вы в любое положение можете заехать на триггер, как вам угодно. Задом, передом, боком, как вот угодно. А там сделали так, что вы подъезжаете к воротам именно задом. То есть, ну вот как положено машине разгружаться. Она подъезжает задом. Подъедете передом – не пойдет загрузка. Подъедете боком – не пойдет загрузка. Только задом. И все, и вот рабочее занятие заиграло по-другому. Это не требует от вас много времени, но выглядит это уже по-другому. А посмотреть на этот проект с интересными рабочими занятиями сможете вот по этой ссылочке. Там вы сможете увидеть, как из банальной работы можно сделать интересную. Ну, а меня постигла очередная неудача, которая уже преследует меня на протяжении нескольких проектов. Дело в том, что здесь на каждое рабочее занятие повешен таймер. Мы его не видим, но таймер есть. И так как меня отвлек телефон, я вернулся после разговора по телефону в игру, продолжил свой маршрут. Но выскочила табличка, что вы не уложились в какое-то определенное время. И я оказался опять на трассе. А на этом проекте нету никакого способа передвижения по карте. Ни аренды, ни такси, ну и естественно нету и личного транспорта. Нету вообще ничего. Аренды или каршеринга нету, потому что нету. Такси мне не вызвать, потому что в онлайне полтора человека. Ну, а на свою машину мне не еще копить и копить. Естественно, что в свете вот таких вот событий у меня возникает вопрос. Во-первых, зачем вешать на рабочее занятие таймер? Ладно, когда вешается таймер, когда вы выходите из автомобиля и выскакивает таймер, что вам надо вернуться в течение 2-3-5 минут на разных проектах по-разному. Но на маршрут-то вы зачем повесили таймер? Для чего? Вы должны же понимать, что в игру играют живые люди. Извиняюсь, захотел в туалет. И что теперь делать? Обосраться что ли перед экраном здесь? Наложить штаны, но не просрать игру? За этим что ли? Я никак не могу этого понять. Следующее. Как можно открывать проект, на котором нету транспорта? Вот вообще нету транспорта. Вот мне что делать? Вы как-нибудь тестировали? Ну, вы сами-то вот, кто разработчик или администрация? Вы сами-то вот играли, пробовали поиграть, разные ситуации смоделировать. Я, например, даже не старался моделировать. У меня так получилось. И вот что мне делать? Вот как игроку играть в это? И ладно, я вот сейчас рассказывал про то, что мне кажется, на мой взгляд, не хватает каких-то анимаций, дополнений на рабочие занятия, да? Это и есть как раз бета-тестирование. Мы как раз заходим, пробуем, играем, высказываем свое мнение. Но, извините, вы же пригласили сюда игроков. Но вы выкатили полуфабрикат, на котором нет ни транспорта, ничего. Играйте. То есть, игроки, заходите, тестируйте, пишите, а мы к вам вот так вот заднимце повернемся. Хотя бы какой-то базовый функционал-то вы могли бы добавить? К вам пришли люди потестить ваш проект. Ну, значит, дайте ему на время тестирования хоть какой-то транспорт. Почему я должен тратить по 30 минут, бегая пешком по карте? А еще самое. Передвигаться вот по карте, я тут писал администрацию, все спрашивал. Я вот машину купил только что. А вот до этого я пешком бегал. А какой-то еще, может, есть вид транспорта, как можно передвигаться? Нет, нету. Только на своем машине и все. Пока что. Аренда? Нет пока что. Закупись. И возвращаемся обратно к работам. Так как я прокачал второй уровень, мне доступна новая работа, работа на миксере. То есть развозить бетон. Надо сказать, что первые уровни вообще прокачиваются хорошо. Хорошо, легко, так, не напряжно. В общем-то, не могу сказать, что какие-то трудности у меня с этим были. По условиям работы, получив новую машину, то есть вот этот вот миксер, бетоновоз, мне нужно сделать 10 доставок для того, чтобы у меня открылся новый транспорт. Сама из себя работа представляет то же самое, что и, в общем-то, развоз щебня. Мы едем на бетонный завод, на котором мы разгружали когда-то щебень. Там получаем бетон и развозим его по строительным площадкам. Ну, это вот сейчас, в общем-то, видно. Сама по себе работа лишена каких-либо анимаций. В общем-то, все то же самое, что и на предыдущей работе. Просто езда по точкам. Да, опять можно сказать, что хорошо подобраны локации. Вопросов нету. Сначала мы завозили на бетонный завод щебень, а теперь с этого бетонного завода мы получаем уже непосредственно продукт бетон, который развозим впоследствии по строительным площадкам. Точно так же, точка загрузки одна, точки разгрузки три. Все они строительные площадки. Выпадается, естественно, все рандомно, никакой закономерности нету. Ну, и, наверное, повторюсь то, что я говорил в самом начале, что задумано интересно, необычно. Но выполнение очень-очень скучное. Очень быстро вам надоедают эти точки. Ну, а работа это точка А, точка Б, точка А, точка Б. Единственное, что подогревает интерес в этой профессии, это смена транспорта. Сначала мы работали на самосвале и ждали, когда откроется уровень, чтобы получить вот эту машину. Получаем эту машину. В общем-то, ничего не меняется. Все то же самое, как я уже говорил, ни анимаций, ни каких-то интересных механик. И даже промежуточных действий в этой работе нету. Просто ездим от точки до точки. Но ждем, что у нас следующим заданием было сделать 10 доставок, и в нам откроется новый вид транспорта. Вот это немножко подогревает интерес. И тебе хочется все-таки дойти до этого этапа и посмотреть, какой же новый транспорт у нас откроется. Данная задумка держит игрока в таком неком напряжении, не знаю, как это назвать. Но тебе хочется побыстрее сделать определенную работу, чтобы перейти на другую стадию, получить другую машину. Потом на этой машине сделать 10 доставок, чтобы посмотреть, что у тебя откроется. И это тебя как бы удерживает в игре. Хочется все время идти дальше, дальше и дальше. А так как я уже сказал, что на первых этапах прокачка идет достаточно быстро. Ты не успеваешь устать. Это, ну, не знаю, то ли это продумано, то ли так случайно совпалось. Не знаю. Но прокачиваться поначалу очень интересно. Поэтому ты ждешься, когда же у тебя что-то появится новенькое в этой профессии. Ну и я же не исключение. И подогреваемый этими условиями данной работы, я быстренько нагонял эти 10 доставок, чтобы посмотреть, какой же транспорт у меня откроется. Ну и вот, что у меня открылось. А это старая кабина. Та самая кабина, которую я показывал в начале ролика, вот с таким вот багом. То есть я не получил нового транспорта, а откатился еще по кабине назад. Ну а дальше, что называется, найдите различия. Вот рядом стоит человек на начальном транспорте, а у меня типа продвинутый. Но чем они отличаются, не знаю. Мне даже показалось, что мой еще и по скорости хуже. Потому что догнать этого человечка я так и не смог. Ну и вот в чем тогда смысл. Вот опять хорошая задумка. Уперлась в какую-то, ну, недоработанность, недоделанность. Ну, ведь можно было бы дать следующий транспорт действительно интересный. Например, сидельный тягач. И тут на проекте есть полуприцепы Тонары. Как раз для перевозки сухих сыпучих материалов. Но нет, нам дают точно такого же цвета, точно такую же машину. В чем прикол, я не понял. Но зато я понял, что после того, как ваши ожидания не оправдываются, желание дальше фармить куда-то исчезает. И вы уже действительно не замечаете ни антуража, ни атмосферности. Все становится опять тем же самым банальным дрочевым, которым заставляет вас ездить от точки А до точки Б. С единственным приключением, которое может с вами случиться, как, например, со мной. Путь пролегал через лесопилку. Одна из точек доставок находится в Палета Бэй. И навигатор прокладывает маршрут через лесопилку. Так вот, в одной из канав у меня застрял грузовик. И пока я оттуда пытался выехать, время кончилось. И мне опять пришлось заниматься тем, что я уже делал, по-моему, на протяжении двух или трех проектов последних моих обзоров. Надо покончить с собой. Сил моих тратить время на беготню уже не было. Кстати, когда я очутился во больнице, я увидел вот такую вот картину. Лежит игрок почему-то в луже крови. Не понимаю, что это такое. Бак, что ли, какой-то? Ну, а возвращаясь к тому, что я устал тратить свое время на перемещение бегом по этому проекту, хотелось бы напомнить, что недавно я показывал проект, который называется Смотра. Можете посмотреть вот по этой ссылочке, где игроку в самом начале дается велосипед, а проект находится точно на такой же стадии бета-тестирования. И там даже еще и функционала еще меньше. Но там сразу же дается игроку велосипед. И эти точки разбросаны по всей карте. И мало того, что минут через 20-40 игры вы можете купить свой транспорт. Не весь какой транспорт, но вы сможете быть всегда в движении, всегда на колесах. Плюс к тому же на Смотре есть функция в телефоне телепортировать к себе транспорт в любую точку. Здесь же, как видите, ну, на мой взгляд, это наплевательское отношение к игроку. Вот мы открыли, заходите, тестируйте и как хотите, так и передвигайтесь здесь. И хорошо, что вот в этот раз я вышел из больницы и у меня уже есть третий уровень. Я могу взять автобус. Автобусы здесь берутся не в аренду, а даются просто так. Это, кстати, плюс. На мой взгляд, это плюс. Но до этого момента у меня не было третьего уровня. И оказавшись даже в больнице, мне это никак не помогало. Все равно тебе надо бежать. Бежать до той работы, на которой ты работаешь, на которой ты прокачиваешь свой уровень. Ну и про уровень. Мне удалось прокачаться до третьего уровня, а после третьего уровня открывается новая профессия на этом проекте. Профессия водителя автобуса. Ну да, она уже такая до тошноты заезженная, но в этой профессии, на этом проекте, есть одна интересная фишечка. Вот это как раз то, о чем я говорю. Мелкие анимации, мелкая механика, но срабатывает то, что игрок этому начинает радоваться. Так вот здесь, когда вы подъезжаете на какую-то остановку, автоматически открываются двери. Ну вот как положено в автобусе. Мы уже привыкли, что мы стоим на остановке, подъезжает автобус, автоматически открываются перед нами двери. И здесь это выполнено. Вижу первый раз на самом деле, хотя уже неоднократно говорил, почему уже не открываются двери, это же можно сделать. И вот здесь это сделано. И это как раз подтверждает то, о чем я говорил. Что если бы на тех работах, про которые я говорил в начале ролика, были бы тоже какие-то вот такие интересные игровые механики, какая-то анимация, какие-то вот добавленные штучки, фишки, которые, в общем-то, и создают атмосферу на проекте, было бы гораздо интереснее. И вот тут, казалось бы, простая профессия водителя автобуса. А вот двери открываются, и уже как-то интереснее, уже приятнее играть в это. И вот мне кажется, если на каком-нибудь проекте когда-нибудь доведут эту работу водителя до действительно хорошего, качественного уровня, чтобы эта профессия была действительно интегрирована в игровой мир, и я мог пользоваться общественным транспортом, то, наверное, эта работа будет одной из лучших. Но пока это то же самое, езда от точки до точки, в общем-то, и вот когда я оставался, например, в лесу или на трассе без машины, мне этот автобус, ну, никак тоже не помогает, потому что я понятия не имею. Есть он вообще на карте? Кто-нибудь работает сейчас на автобусе? Где этот автобус? По какому маршруту он идет? Этого ничего нет. И это не только на этом проекте, это вообще везде. Есть такая профессия, но она просто для галочки, грубо говоря, потому что ни на одном проекте вы никогда не узнаете, есть вам смысл стоять ждать автобуса или нету. Например, вот на этом проекте, когда я попадал в ситуацию, что мне некуда было деваться, транспорта нету, я бы воспользовался автобусом. Но я же не знаю, есть он или нет, играет кто-нибудь сейчас за водителя автобуса или не играет. Поэтому эту профессию, мне кажется, нужно все-таки доводить до ума и каким-то образом интегрировать в саму игру, чтобы эта профессия существовала на карте как неотъемлемая часть этого мира. И одним из решений, мне кажется, можно было бы сделать по типу Яндекс.Такси. Вы открываете в телефоне приложение и видите, сколько автобусов и где они находятся. Ну, если невозможно сделать, чтобы было отображение на карте, то хотя бы километраж или номер маршрута, чтобы я понимал, есть смысл мне ждать автобуса или нет. Кстати, на проекте GTA Live так сделана работа такси. Вы открываете приложение и не только вызываете такси, а выбираете именно того водителя, которого вы хотите. Ну и естественно, что дальше прокачиваться я уже не смог. Я еле-еле осилил 800 очков, а следующий уровень, как вы можете заметить, 1900 очков. Ну, это на автобусе я уже не сделаю. Тем более, что на некоторых проектах я пытался качаться на автобусе и теперь у меня какие-то тошнотворные позывы после такой работы. Но здесь есть и другие виды работы и на одну из них мы пришли. Это работа эвакуаторщика, которая, как вы видите, требует четвертого уровня. Ну, естественно, я не смогу докачаться, потому что ездить, набивать 1900 очков на автобусе, ну, не могу я уже себя заставить этим заниматься. Ну, и справедливости ради, я, наверное, должен сказать, что за время, проведенное мною на этом проекте, я не встретил ни одного эвакуаторщика. Больше того, я даже автобусник видел всего одного. Но проект открылся гораздо раньше, чем я сюда зашел. И все равно нет никого. Люди заходят, выходят, заходят, выходят. Видимо, сталкивается вот с тем, что я уже описал в начале ролика. Также на этом проекте есть еще одна интересная и, по крайней мере, достойная внимания профессия. А это профессия медика. Но не медика, которого мы привыкли видеть на этих проектах, да, которые там находятся в здании медицинского центра, торгуют таблетками, ну, или что там они еще делают, я на самом деле не знаю. Здесь, как вы видите, стоит база скорой помощи. То есть, здесь находятся машины скорой помощи. Ну, вообще в оригинале. Но здесь сделано следующим образом. Мы можем работать медиком, но здесь эта работа называется почему-то не работа, а подработка. Ну, и понятно, наверное, почему подработка, потому что за нее дается малое количество опыта, ну, и оплачивается она тоже копеечна. Также есть, как вы можете заметить, и работа пожарного. Но она требует аж седьмого уровня, а это около пятнадцати тысяч очков. Ну, если следовать хронологии того, как растут здесь требования по очкам опыта. В самом начале я сказал, что первые несколько уровней проходятся очень хорошо и даже интересно. Но потом это все превращается в такой снежный ком, требования нарастают, нарастают, и ты упираешься вот в это вот, вот. В общем-то, задротство, которое, ну, радости уже не приносит. Ну, а работа, как вы видите, выглядит вот так. Мы подъезжаем на точку, которая загорается после того, как мы приняли эту работу, и реанимируем бота. Все это делается через меню, но менюшку я эту вырезаю, потому что уже и так надоело. Как я и говорил, вот машина все время заводится через тоже меню тап, через которое мы, кстати говоря, и реанимируем этого больного. Таких точек загорается очень много, и они, ну, недалеко друг от друга. Но на этой работе стоит, ну, просто жесткий таймер по времени. Нельзя задерживаться вообще ни на сколько. Увидели точку, быстренько полетели к ней, реанимировали. Садимся в машину, летим на следующую точку, потому что таймер стоит очень жесткий. Как я уже и говорил, тут на всех работах стоит таймер. Если вы зааф и кашили, если вас отвлек телефон, вы пошли наливать чай, кофе, будете уверены, что вы эту работу завалите. Ну, и переходим к последней работе, которая, кстати, у нас до сих пор висит в задании, которое мы получили еще в самом начале игры. Как видите, так оно и висит. Заработать 9 тысяч рублей и купить собственный автомобиль. Ну, в общем, для этого-то мы сюда и зашли. Ну, и вот список автомобилей, то, как выглядит этот магазин. Магазинчик сделан прилично. Первый автобус это за реальные рубли, то есть 860 рублей стоит такой автобус и перевозит он 140 килограмм. Дальше пошло уже за внутриигровую валюту. 60 килограмм, 70 килограмм, 80 килограмм и 90 килограмм поочередно. С килограммами у меня тоже есть вопрос. Что это за веса такие? 60 килограмм? Ну, это, грубо говоря, вес ребенка. Такой автобус должен перевозить 600 килограмм. 700 килограмм, 800, 900 или тонну 400. Но не 60 килограмм и не 70 килограмм. По-моему, здесь кто-то что-то недопонимает. Ну, ладно. Пусть будет так, как оно есть. Нам можно сейчас выбрать два варианта. За 60 или за 70 килограмм. На 60, вернее, на 70 килограмм. Ну, а стоят они оба одинаково. Естественно, берем за 9000, который на 70 килограмм. Ну, и вот наш автомобиль, который мы приобрели. Сам процесс приобретения не стал даже показывать. Меня это уже начинает бомбить, потому что что на проектах ARMA, что на проектах GTA 5. Одна и та же хрень. В жизни мы ходим расплачиваемся карточками. Ну, я, например, вообще расплачиваюсь. Телефоном прикладываю телефон. Даже не трогая ни разу наличные деньги. В игре же мы по-прежнему бегаем и ищем, где бы нам найти наличность. Что вот это такое? Я не знаю. То ли это тяга к каменному веку, то ли это неумение оформить правильно экономическую составляющую проекта. Ну, как бы то ни было, мне все-таки удалось сбегать, снять деньги, купить этот автомобиль. И мы переходим к работе уже, так сказать, в индивидуальном порядке. То есть зарабатывать на своей машине деньги для себя. На себя работаем, грубо говоря. И, кстати, пока я ехал до точки получения заказов, столкнулся еще с одним багом. Кнопка включения света в автомобиле и кнопка, которая позволяет нам убирать HUD на экране, они выставлены на одну и ту же кнопку H. То есть, когда мы включаем свет, пропадает на экране HUD. Хотим увидеть HUD, то есть надписи, которые гласят нам, что кнопка X это разговоры, там F2 это телефон. Тогда надо ездить без света, потому что они вот так пересекаются. Еще перед тем, как взять заказы по условиям квеста, нам нужно найти парковку и ее арендовать. Ну, что-то по типу такого, что было на проекте Grand RP. Тут тоже надо выбрать парковку, какую вам угодно, их там на монокарте достаточное количество, и арендовать себе парковочное место. Но вот как это выполнено, я, если честно, так ни хрена и не понял. Видимо, недоработанное меню, и как оно работает, я не разобрался. Я даже просил тут местных ребят, чтобы мне помогли, но как это делается, я не понял. Вернее, как арендовать место, то все понятно. Вот, выбираем место, нажимаем арендовать. А вот как потом парковать машину, абсолютно непонятно. Мы возвращаемся на ту парковку, которую, кстати, надо запомнить, потому что на карте она не подсвечивается. Парковки все очень плотненько, с таком кластером собраны, и вам надо ее держать в голове, какую именно парковку вы арендовали, потому что она больше никак нигде подсвечиваться не будет. Ну и дальше, вот когда мы подходим на парковку, загорается вот такое вот меню. Что оно обозначает, я не понимаю. Что такое кнопка изменить, и что там в уголке нарисовано, бог его знает. Как вы видите, машина как стояла, так и стоит на своем месте. Что я должен сделать, я не понял. И что такое изменить, и что мне надо изменить, я тоже не понял. Мне пришла в голову идея, что это, наверное, на рабочее название этой кнопки. Просто при разработке ее назвали временной, ну и так как ее надо будет изменить, ее и назвали изменить. Наверное, она должна обозначать что-то другое, но забыли ее действительно изменить, так и осталось там это название. Ну и вот мы приехали уже для того, чтобы получать свои собственные заказы, и их уже развозить. Вот так это выглядит. Находится это в почтовом отделении. Пока нам доступно только два вида заказов. Естественно, берем самый дорогостоящий. Далее на карте загорается, по-моему, 4 или 5 точек доставки, сейчас уже не помню, и одна точка погрузки. И вот до точки погрузки можно было бы сделать автопрокладывание маршрута, потому что она неизменна. То есть нам все равно надо ехать сюда и получать груз. Поэтому можно было бы сделать автопроложение, но его нету, мы прокладываем сами. Далее горит опять кислотный триггер, заходим на него, и идет вот такая вот уже приличная анимация. Но здесь есть другие сложности. Сначала, как видите, надо открыть багажник, потом положить туда груз. Вот он нарисован, стрелочка, положить. И при погрузке-то, в общем-то, все понятно и достаточно просто. Подходим, берем коробку, взаимодействуем с машиной, нажимаем одну кнопочку. Грузить машину достаточно просто. Чего нельзя сказать о разгрузке. И еще один факт. Может быть, я неправильный заказ взял, или что такое. Не знаю, в чем тут причина. Но одна коробка у меня не помещалась в машину, ну никак. То есть, я брал заказ на 70 килограмм, у меня машина 70 килограмм, а одна коробка все равно почему-то не залезает. Ее приходится убирать в адвентарь. В адвентарь игрока. А это уже взаимодействие через другую клавишу. Ну все, мы упаковались, выдвигаемся на точку разгрузки. Точки разгрузки, надо сказать, что очень компактно раскиданы, ну, по крайней мере, на этом уровне, до которого я сейчас докачался. Да, это второй уровень, по-моему, там у меня еще два закрытых. Точки, еще раз скажу, достаточно компактные. Опять, видите, такой, ну, вот, мне раздражают здесь эти точки. Очень кислотные, очень яркие. А вот с погрузкой немножко сложно. Во-первых, одна коробка, которая у меня остается, она все время у меня в руках. Взаимодействие через кнопку И, ну, инвентарь. Все, мы ее положили. Дальше идем взаимодействуем с машиной. Первое взаимодействие через ТАП, мы открываем багажник. Второе взаимодействие через ТАП, мы открываем уже само меню машины. Следующее взаимодействие. Мы берем коробку в руки, выключаем. Идем на триггер, коробка пропадает. И надо проделать то же самое еще раз. Заходим в меню, берем коробку, правой кнопкой нажимаем, взять в руки, подтверждаем, закрываем меню, относим коробку. Это очень сложно. Это очень сложно. И когда вот, может быть, сейчас на видео это выглядит прикольно, действительно, первые три, четыре, пять, может быть, десять поездок. Это прикольно. Открываешь багажник, закрываешь багажник. Но потом это начинает очень сильно нервировать. Столько надо нажать кнопок, просто для того, чтобы разгрузиться. А повторюсь, таких точек, пять или четыре, я уж не помню. И как бы ты одним рейсом-то много не заработаешь. Тебе надо будет фармить. И под конец мне это уже, ну, выбесило конкретно, потому что, ну, ну, надоедает, действительно. Нажал ТАП, нажал багажник открыть, багажник открылся, опять нажал ТАП, выбрал меню, в меню выбрал коробку, правой кнопкой мыши нажал, появился выбор в руки, или в меню, берешь в руки, отпускаешь ТАП, погрузил, второй раз то же самое. А потом ведь еще надо сесть в машину, опять нажать ТАП, выбрать ключ, завести. Потом нажать Escape, выбрать точку маршрута. Короче, ну, по-моему, какой-то переборщ вот с этим. Хотя, должен отметить, что, ну, работа выполнена прикольно. Во-первых, это индивидуальное занятие, ты работаешь на себя, на своей машине, сам себе хозяин, захотел поехал, захотел нет. Но вот с манипуляциями, с кнопками, я вам скажу, ну, конкретно переборщик. Еще раз скажу, что первые разы мне это очень даже понравилось. Здорово, нифига себе, я примерно что-то подобное искал, думал, вот, наконец-то, нашел тот проект, на котором вот так вот это выполнено, есть анимации, мы достаем из машины, но нет, там уже на десятой где-то ходке, ты начинаешь думать, да нахрен, это нужно вообще. Ну, сама задумка мне очень понравилась. Мне не понравилось количество манипуляций при вот этих вот действиях. Слишком много. Это надо каким-то образом упрощать. Ну, а так, в принципе, ну, выглядит все очень достойно и прикольно. Это твоя машина, ты ее грузишь, загружаешь, разгружаешь, как бы, все здорово, но это надо как-то свести к более-менее какому-то автоматизму. Может быть, там один раз открыл багажник и пускай эти коробки появляются автоматически у тебя в руках. Как-нибудь, ну, вот так, я не знаю, это надо как-то обыграть. Но это надо понимать, это надо прочувствовать, попробовать, поиграть вот именно вот в этой вот профессии. Потому что поначалу действительно кажется все здорово, забавно, интересно, но количество манипуляций зашкаливает. Слишком много всяких кнопок действий надо проделывать. Одноразово это хорошо, но когда это на потоке, это быстро утомляет. Но это была последняя работа, которую мне хотелось вам показать. В принципе, наверное, обзор подходит к концу. Есть на этом проекте ряд интересных решений, но в принципе, проект пока, на мой взгляд, это лично мое мнение, достаточно сыроват, много багов, много недоработок, и вообще, очень много чего здесь не введено и, на мой взгляд, не доделано. Ну, а если кому-то понравился этот проект, заходите, играйте. Проект открыт, он находится на стадии бета-тестирования. Играйте, получайте удовольствие. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел, и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok